Здравствуйте, дорогие телезрители! Это программа «Земляки». И сегодня мы в гостях у очень интересного человека. Педагога-экспериментатора, активной, гостеприимной и просто красивой женщины. Смирновой Татьяна Арсеньевна. Здравствуйте! 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 Смирновой Татьяна Арсеньевна, вот скажите, сегодня вся семья в сборе или это малая часть? Это малая часть моей семьи, потому что некоторые у нас работают в отъезде. Поэтому мы в неполном составе сегодня. Ну а давайте познакомимся, представьтесь. Ну, это мой муж Андрей Александрович. Рядом с ним сидит сын Александр, дочь Алена и внучка Наталья. Ну, а вот скажите, как вот вы, у вас мама учитель, причем со стажем? И кто-то из вас вот перенял, то есть захотел так же стать, например, может быть, учителем или нет? Нет. Нет. А ты знаешь, что нет? Я хотел, но не успел, да. В детстве тоже была такая, тренером каким-нибудь стал. Ну да, я хотел быть представителем. Да, я бы это нравился. Да, тренировал детей в школе. Это должна быть, мне кажется, сильная выносливость, чтобы как-то детьми руководить. Ну а вот вы когда решили, вообще приняли это решение стать вот учителем? Вы знаете, совершенно неожиданно, потому что, в принципе, я не собиралась становиться учителем. Я жила в поселке Леспромхоза, и у нас была прямая дорога, это Листехнический институт. И после 10 класса, ну, направили по направлению, я туда пошла. Но не поступила, и меня, как ученицу-отличницу, была тогда программа такая, отправили в сельскую школу работать. И я преподавала, вела биологию немецкие труды. У меня, да, была малокомплектная начальная школа, ну и после этого я пошла в институт педагогический. То есть сколько лет вообще отдали вот это? Да, я отдала, сейчас я скажу, с 82-го года, это получается, 35, больше 35 лет. А вот всё получалось, когда вот вы сначала пришли, молодой учитель, да, были какие-то трудности? Конечно, как у всех трудности было, не хватало опыта. Но как-то с детьми я быстро находила общий язык, вот. Но со временем нарабатывала различные вот какие-то методики, какие-то свои вот такие изюминки, ну, чтобы как бы легче было преподавать, давать детям вот материал более интересный, более насыщенный. То есть, да, были трудности, конечно. А вот вы сейчас говорите, разрабатывали методики, да? Вот у вас есть какая-то ваша методика образовательная, да? Вы знаете, могу, наверное, сказать, что есть. Есть такая, как бы технология называется образовательная кинезиология. Она как бы нам пришла из Америки, там, авторы братья Деннисона, но мне пришлось её адаптировать, и на уроках развития творческого потенциала личности я составляла свои уроки по этой программе. И я разработала, включая эти кинезиологические упражнения, ну, свою программу, по которой у детей развивалось, ну, как бы у них развитие шло быстрее. Потому что всё это воздействие, вот эти упражнения воздействуют на работу мозга. А вот в других классах, в параллельных, там по какой методике учатся? Ну, нет, эта методика, она как бы применима везде, вот эта методика. Но так как я пришла в 41-ю гимназию, меня сразу направили на множество экспериментальных площадок, вот, поэтому я, программы у нас не могут быть какой-то, да, авторской, но свои приёмы и методы мы всегда применяем, потому что у нас сейчас как бы есть в ГОС, и есть своё МК какое-то мы ведём, да, но свои какие-то наработки, вот из этих экспериментальных, значит, площадок я, конечно, очень широко использую. Очень много использую. Я беру в основном программу, но в основном я делаю так, как я наработала и как я считаю нужным. А вот как на домашних, на дети какие-то методики применять? Или только в школе, вот ограничивать всеми учебниками? Нет, да. На мне применять. Ну, как бы всё равно, наверное, чисто подсознательно, наверное, что-то использовалось, потому что дети учились, и где-то, наверное, я применяла и эти методики. Но не то, что там как-то специально, вот возьми, сядь, именно так делай, но какие-то моменты использовала, наверное. А вот ещё вас называют педагогом-экспериментатором. То есть это как раз связано вот с этой методикой или это ещё что-то? Это связано с множеством экспериментальных площадок. У нас были разные площадки. Я когда приехала, и вот это развитие творческого потенциала личности. У нас была... Я занималась абсолютная грамотность. То есть я взяла оттуда прописи, то есть там авторская программа. И по этой программе я детей учу уже не один выпуск. Мне очень нравится эта программа. Вот. То есть всё, что было нового, деятельностный подход, то, что всё было нового, всегда там находилась я. Ну а вот сейчас какой у вас класс? Первый. Первый, да? Ну а как вот родители? Они разделяют тоже? Вот вашу точку зрения относительно вот... Вы знаете, вот мне везёт в этом смысле. Как-то родители всегда поддерживают, и всегда они... То есть, ну я, во-первых, объясняю. Конечно, родители должны знать, для чего я это использую. Поэтому я объясняю, они становятся моими соратниками. Ну а теперь давайте перенесёмся в класс и посмотрим, как же эта методика работает на деле. Здравствуйте, ребята. Присаживайтесь. Итак, мои дорогие, число 28 февраля. А какое время года это будет? Вик. Какое время года? Вик. Зима. Полным ответом. Это? Это. Это что? Сейчас время года зима. Зима. А по каким признакам вы определили? Дим. 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 Это февраль. Хорошо, согласна. А ещё? Холодец. Холодность, морозы очень сильная. Молодцы, достаточно. Открыли тетрадочку. Взяли ручку, показали мне, пожалуйста, её. Замечательно. Наклонили мою сторону вправо, пожалуйста. Итак, давайте прочитаем по слогам. Двадцать восьмое февраля. Записываем. А скажите, пожалуйста, вот Алиса нам сказала, что у нас есть небольшая часть, да, линий, таких, как в тетради. Как вы думаете, а чем мы будем сейчас заниматься? Мы будем писать, вернее, повторять буквы. Конечно. И тема нашего урока сегодня – это повторение, Мишенька, тех букв, которые мы уже изучали. Для этого нам нужен вот такой листочек. Нашли такой листочек? Да. А теперь внимательно посмотрите на меня, глазки-звёздочки. Отлично. Мы с вами будем сейчас прописывать первую строчку. Только первую строчку. Но для начала нам нужно вспомнить. И прямая закругляю, прямая закругляю. Хорошо. Дальше что мы приписываем? Элла. Проговариваем. И закругляю, прямая закругляю. Хорошо. Какие элементы вы здесь видите? Нашли точку И. Проговариваем. Прямая закругляю, прямая закругляю. Хорошо. Следующее сочетание – им. Мой мелок, ваша ручка. У. Так. У. 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 Помогай мне. И. Прямая закругляю. Прямая закругляю, прямая. Следующая буква. М. Проговариваем. И. И закругляю, прямая, прямая. Я закругляю, прямая закругляю. Нашли точку И. Начали. Проговариваем. И. Прямая закругляю, прямая. Я закругляю, прямая закругляю. А все-таки по каким признакам можем весну определить? Будет дать снег. Согласна. На деревьях будут появляться почки. Разбуши. Принимаю. Причат птицы. Согласна. Будет солнышко и будет становиться теплее. И по лужу можно прыгать так-то. Прык. И во все стороны у нас брызги. Я предлагаю вам сейчас рисовать двумя руками. Сейчас простым карандашиком мы с вами это уже делали. Разлинеиваем пополам наш листочек. И что ж мы сейчас будем рисовать, напомните мне. Солнышко. Солнышко. Мой мелок. Ваши карандашики взяли правильно, показали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну и можно реснички, семь, восемь и улыбку девять. Вам понравилось ваше солнышко? Ну мне мое тоже очень нравится. Смотрите, к нам заглянуло солнышко. Еще маленькое, еще вот такой вот, да, и любит очень играть. И вот мы пришли к нему на солнечную полянку. А на солнечной полянке цветочки. Ну вы знаете, какие-то грустные. А давайте мы их раскрасим. Итак, взяли кисточки в две ручки, выбрали любую краску, помешали точку и раскрашиваем. Глазками следим. И раз, два, три, четыре. У меня получился оранжевый и голубой. А видите, вот там большая ель. Видите? Вон там, да. Там сова сидит, да, мудрая, которая все везде видит, всех охраняет. Давайте мы ее представим. Взяли. Помните? Да. Значит, мы массируем в это время, произнося звуки, да? Взяли, начали. Поменяли. Молодцы. Мы сейчас находимся на теплой лужайке. Солнышко пускает свои солнечные лучики на цветочки. Цветочки подняли нежные головки вверх. Поднимаем. Как приятно находиться под лучами теплого солнышка. Солнечный зайчик заклинул к вам в глазки. Погладьте его. Глазки погладьте. Он побежал дальше по лицу, нежно погладь лобик, щечки, подбородочек. А у нас орник переместился на животик. Погладили свой животик. Мы открываем глазки и очутились опять в нашем родном и любимом классе. Спасибо, мои дорогие. Спасибо за урок. Ну, а вот как вообще вам пришла вот эта вот мысль создать какую-то вот методику? Я не знаю, но вот там, к примеру, так. Ну, вы знаете, наверное, громко говорить моя методика, да? Но авторские какие-то моменты там есть. Вы знаете, мне всегда нравилось что-то новое, особенно в моей работе, потому что это всегда было более ярко, и дети не скучали на уроках. А вот эта вот технология мне очень понравилась, потому что развитие творческого потенциала личности, она как бы развивает эмоциональную сферу. Мне всегда было очень интересно, как дети могут проявлять свои эмоции, и чтобы эмоций положительных было больше. Ну, и я взяла эту методику для того, чтобы дети себя чувствовали более раскрепощенными, чтобы они могли мыслить, они могли творить самое главное, ну и чтобы они как бы были просто успешными людьми. Ну, а вот вы в школе, да, ну, то есть понятно, что вы уже учитель со стажем, да? А вот какая вы дома? Я думаю, об этом не вы будете рассказывать уже, да, а ваши как раз близкие. Ну, расскажите, вот какая, например, вот мама вообще дома? Такая же, как и на работе? Не, не такая, как на работе, это однозначно. Она веселая, вот, любит с внуками, с внучками возиться, вот, играть. А сколько раз внучки? Обожает просто. Две внучки, да? Да, она их очень-очень любит, прям. Мама – это заряд энергии, просто скопление огромного заряда энергии, да, мы все подзаряжаемся к ней. Плохие ему какие-то моменты и в хорошие моменты, то есть мы знаем, что если мы придем к маме, то она всегда у нас встретит с улыбкой, с добротой, с теплотой, то есть от этого человечка всегда вот прям вот солнышко светит. Смея для нее – все. Да, с ней лучше дружить, чем с вами. Если кто-то на семью нападает, то вся. Защита еще по… Как и с чем мы с Сашкой? В смысле не физически, а, конечно, так она стоит, даже прав или не прав, она тебе говорит, слушай, ну, ему плохо, да? Вот, кто его защитит, кроме там матери, к самой близки? Вот это у нее вот девиз сам настоящий. Ну, то есть какие вот у нее главные качества вы можете выделить? Доброта. Ну, наверное, да, доброта. Ну, конечно, самоотверженность, вернее, самоотверженность, потому что она столько времени работе отдает, я даже не могу представить. Она приходит постоянно, да? Вот у нее эти тетради, какие-то журналы, вот, это постоянно… Маму мы не видим, а только слышим. Да, да, да. И когда бывает такие… Неправда, иногда и увидите. Нет, когда бывают какие-то очень свободные дни, там, ну, выходные тоже на половину заняты, половину нервную, уже как-то приятно, вот, ну, даже вот, она не сердится, не, как бы, ну, сказать, даже не то, что не злится, а, ну, она становится, как бы, вот, да, ну, не то, не то, как можно сказать. Мамой и женой. Да, мамой и женой, наверное, да, вот так. В общем, когда приезжают дети, внуки, да, кидает все свои дела просто, да, если она прям загружена, сидит, делает уроки, все кидает, вот, и встречает нас. И все свободное время, они свободно проводят с нами, то есть есть уже, да, дети приехали. Очень люблю путешествовать, особенно с детьми. Ну, очень люблю ездить куда-то, вот мы с Сашей. Мама не домосед этот. Нет, она любитель куда-то съездить, где-то побыть, что-то посмотреть. Да, в Крыму выходили. Да, и в Крыму, и в Болгарии ездили, и в Крыму. И на горы залезет. Причем, как бы, мы когда приехали в первый день, там, поехали, сразу два места посетили. Одна гора, потом вторая гора. Причем, как бы, это... Папа уже стоял, устал, да? Папа там остальные, если никто не пошел там, мы с мамой полезли, давай. Причем она этой высоты очень боится, а там, получается... А на горах-то нет высоты? А там площадка такая была, то, что надо было по лестнице спуститься, а с правой стороны просто пропасть где-то, метров, наверное, 600. Вот, и где-то приблизительно сама ширина лестницы на метр полтора. Она говорит, я боюсь, я боюсь. Я говорю, да пойдем. Потом любопытство все-таки это взяло вверх. Она под ручку потихонечку сползла, туда посмотрела, забралась. Молодец, преодолела страх. Любит купаться очень. Причем в холодной воде, в очень холодной воде. Да, с подружкой, постоянно. Когда вас отопление, наверное, отключают, вы... Идет пацан, это комфортно, это не проблема. Комфортно чувствую, да. Ну, а вот внучка, да, вот, скажи, когда ты, например, с бабушкой остаешься вдвоем, что ты больше всего любишь с ней делать? Ну, я с ней играю, хожу в гости, езжу на велосипедах и, наверное, в деревню. В деревне? В деревне, да. А какие игры-то, вот, говоришь, вы играете, а в какие игры? Ну, я не знаю. Побеситься. Побеситься, да, просто. Да, просто. А вот вы, вот, можете вспомнить какую-нибудь самую такую вот яркую, яркое воспоминание из детства, связанное вот с родителями? Ну, больше не знаю, с бабушкой, но и с мамой тоже там, когда у нас ещё был домашний животный, ну, в плане скота, да, там, порося всякие, вот, козы. Да, и когда вот у нас поросёнок сбежал. Это у бабушки, да. У бабушки. Мы с другом побежали за ним, вот, догонять его. Бабушка с мамой сзади шли. Ну, мы шустрые, да, маленькие ещё бежим. Там, получается, сарай стоит, вот мы за сарай забегаем, друга Дима зовут, он выходит, вот, обратно меня нету. И бабушка говорит, ну, с мамой, Дима, какой же ты трус. Саша вон побежал за поросёнком, а заходит за угол, а я на заборе вот так вот. Мы ещё любили, вот, в детстве очень, с мамой, когда приезжали, ну, у неё козы были, козочки, маленькие коза. И вот козочка идёт, коза, и маленькие козлятки. Алёнка у неё была за козлёнка. Она её всё время, если Алёнка сбивала с пути, с тропинки, она подгоняла, как своих козлят. Прямо подходила. Прямо подходила, и чтобы она шла с троем за своими. Она маленькая была тогда. И вот мы очень любили в ней сходить. То есть как-то, ну, мы много, всё равно я старалась с детьми, конечно. Вот отпуск, это даже не обсуждалось. То есть все какие-то мероприятия, праздники. Новый год мы всегда, там, папа Дед Мороз, я Снегурочка, дети готовили спектакли. Папа всегда переодевались в Снегурочку, в Деда Мороза. Спектакли готовили, то есть детские домашние. Дали Деда Мороза с Снегурочкой. Детские домашние спектакли тоже. Да, театральные сценки всякие, там, какой-нибудь, может, скотуха или ещё что-нибудь там. Делали. То есть это как бы ваша семейная традиция, да, такая? А вот сохранились какие-то вот сейчас вот традиции у вас в семье? Ну, я не знаю. Мы ходим в Деда Мороза, встречаем, он, внучки ходят в лес, Деда Мороза каждый раз, они там в лесу. Да, обидят. Целые прямо в лесу. Сначала подарки под ёлкой, а потом уже в лес. А потом в лесу с картами. Карты там, всё, Дед Мороз, Дед Мороз снимает, это выходит, на самом деле, настоящий Дед Мороз. Да, девчонки теперь у нас концерты показывают, то есть готовят. Смены в ходе. Смены, да. Да, карты, спектакли, да. Так что вот у нас преемственность есть. Ну, а вот как вот, например, вы к детям, да, понятно, что вы с ними, конечно, проводите много времени, а когда они были маленькие, тщательно вы проверяли у них домашние задания? Вот как с этим было? Вы знаете, говорят, нет, старалась, конечно, контролировать, потому что, ну, у меня как-то было такое ощущение, что, ну, они должны всё знать, всё уметь. Но потом я немножечко поменяла свою точку зрения, потому что, ну, как, наверное, такой вот максимализм, что обязательно должна быть такая, как я, там обязательно они должны это знать. Но потом я поняла, что у каждого всё равно свой характер, свои какие-то особенности. Ну, и в конце уже, наверное, десятый, одиннадцатый класс мы уже стали просто друзьями. Раньше была такая строгая мама, я была, да. Включался учитель. Включался учитель. А потом мы просто стали друзьями. То есть с детьми как-то у нас было доверие, и стали подружить. Ну, а вот как сейчас, вот, внучка, да, в каком классе или ещё? В третьем. В третьем классе уже, да? Ну, как тебе бабушка помогает, там, с уроками? Да. Я иногда, ну, звоню ей, если что-то непонятно. Даже мама с папой говорит, позвоню бабушке. Они сами иногда не понимают. И в школу там. Это школа! В свободное время я к ней прихожу, делаю уроки. Там же как-то мы находимся на одном этаже. А, да вы что? Да. А вот вообще часто получается там встречаться вот так вот в семейном кругу с близкими, с родными? Вы знаете, мы стараемся. Мы очень стараемся. Мы даже можем детей пригласить вот в субботу в выходной. Дедушка дома, он у нас работает посменно. Вот, поэтому, когда у него выходные дома, мы можем сказать, ребят, приезжайте на тортик. Или там приезжайте просто в гости. Сейчас меньше старше. Раньше мы жили в одной квартире. И у нас каждый праздник, у кого есть, то есть, каждый день рождения обязательно накрывался стол. Китайский Новый год. Кухонка небольшая, да. У нас еще бабушка была. Да даже мы могли просто поговорить. Просто сесть. Вот один кто-нибудь сидит, пьет чай, к нему подходит второй. Все. И все идут в эту маленькую кухону. Особенно ночные посиделки. Да, да. То есть, как-то у нас и мы разговаривали, у нас был любимец, кот такой у нас черный, ангорский. Тимофей. Был Тимофей, да. Он туда, он без людей не мог. Так что у нас там полная кухня, все комнаты пустые, а на кухне народу полно. И все, и чаем, и чаем, и о чем-то рассказываем. Время вечера. Так что, и сейчас стараемся, конечно. Вы всей семьей же в основном, да, путешествуете куда-то ездить? Не всегда. Не всегда. В основном, да, мы с мужем, но вот... Стараемся, на самом деле. Стараемся. Очень сложно подгадать, чтобы... Да, сейчас все. Да, да. Но для меня это счастье, конечно, вот как бы, что если все вместе поехать куда-то. Ну вот с сыном у нас получилось. Мы были в Болгарии. Ну да, в Крыму были. Да, в Крыму были вместе, как путешествовали. Ну мы любим путешествовать. У нас как бы папа первооткрыватель, так сказать. Он очень много где был. Ну и всегда тяга была к путешествиям. Мы начали как бы с наших городов. Там у меня и Владимир, Кострома, и Псков, и Пушкиногорье. Очень много, да. Мы вот в Крыму мы были. И вот, ну а потом уже в Болгарии. Да. Одна зная. Мы везде побывали, да? Да, да, да. Интересно. Самое интересное, это в России смотреть. Да, да, неинтересно. А вы езжайте. Я вот смотрю, у вас давно таких вот сувениров. Это как раз через поездки, да? Да, да. Мы очень любим привозить сувениры. Вот с этим котиком у нас была своя история. Мы были с мужем в Калининграде. И тогда у нас, вот я говорила, любимец кот Тимофей. И он у нас был домашний, и вдруг он ушёл. Его не было два дня, и дети боялись мне позвонить, что мы его не нашли. А мы были на экскурсии, и нам сказали, что вот это хранитель, да, ворот, и есть специальное стихотворение. Если ты его погладишь и загадаешь, то это сбудется. Ну, кот, я вообще котов очень люблю. У меня есть вот там кошечки, вот стоят. И мы его взяли, и я пришла в гостиницу, я его погладила, пожелала вечером, звонит сын и говорит, пришёл, нашли. Что? Да. А это откуда мы его привезли? Калининград. Это Калининград, да, да. И это вот, понимаете, вот спалось моё желание. Ну, а вот вы как, в общем, расскажите, как вы познакомились с своей будущей женой? Да я её знал с таких лет ещё. Только я не знал, что она будет жена моя. А вы уже знали, да? А потом я встречался с её подружкой даже какой-то. Время. На следующий год. Ай, да, скрывается. Чё с подружкой-то? Интересно. Какая девчонка симпатичная. И как-то у нас получилось, что погуляли пару веков. Нет, мы ещё с тобой летом, мы всю ночь катались на лодке. А, ну да. Меня даже родители искали. Мы уехали, катались на лодке. Я прихожу утром. Отец с братом, мама была в санатории, отец с братом. Ищет, где ты была? Я говорю, я на лодке катался. У нас как бы посёлок не очень большой. Вот. Ну, а осенью мне нужно делать предложение. Покатались на лодке. Покатались на лодке. Покатались на лодке. Нет, ну почему? На следующий год ты делаешь? На следующий год. Да, конечно. Мы же разъехались. Разъехались и вообще не общались никак. А это вы родом откуда? Тверская область. Тверская область. Да, да. Очень красивый край. Вот. И у него родственники жили. Тоже вот. Да, он там дядя, поэтому... Да, поэтому он всё время приезжал туда. И вот с детских лет мы там в казака-разбойника плавали, бегали, играли. Вообще. И не могли бы даже подумать, что когда-то мы станем семьёй. Причём большой семьей, да? Да. Это у вас двое детей, вы даты? Правильно, двое детей? Да. И две внучки. Две внучки, да. Ну, соответственно, зять, невестка, бабушка ещё вот была до недавнего времени. Так что мы... Но семья большая. Ну, а вот вы, глядя вот, да, вот к детям, наверное, вопрос, глядя вот на своих родителей, чему самому главному у них можно научиться? Любви к семье. Ну, вот, доброте. Ну, я, наверное, соглашусь с этими. Это, наверное, просто самое главное. Ну, да. Да. Ценить близких. Слова ценить близких, уважать. И самое главное, что горой за свою семью. То есть, в детстве мы это увидели, доброту, то есть, как они к нам относились. Очень хорошо нас воспитали. Хочется также донести до своих, да, детей, вот, что, прежде всего, это, конечно, родители, бабушка с дедушкой. Вот, и передавать, вот, и передавать, вот, и передавать, вот, и передавать это из поколения в поколение, чтобы, конечно, сохранить семью, да. Самое главное, и уважать, любить, ну, это самое главное, что они нам передают. А вот как вот говорят, что внуков любят больше, чем детей. Да, такое, что выражение есть, или отыгрываются. Есть такое. Уже дети не нужны. Да, 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 да. Вы можете сами там делами заниматься, внуков привозите. Нет, ну, Татьяна говорит, что как быстро проходит это время, когда к тебе приходит ребёнок, и что-то такое около тебя сидит, тебя обнимает, ты ему нужен. Буквально там, ну, лет 12-13 уже идут подружки, свои дела какие-то, дома уже не очень-то и захочется сидеть с родителями. Да, уже появляются свои дети. А как проходит это время, появляются внуки, и ты как бы возвращаешься. Я ребятам говорю, дорожите, пока вот дети ваши, пока они вас обнимают, пока они находятся возле вас, потому что это время очень быстро наступит, когда они позарослеют. Ну, а давайте теперь вот поговорим о том, о вашем хобби. Какое-то есть в семье у каждого наверняка, да? Да, да. Ну, как бы, как говорят, хобби меня ищут, а не я их. Вот. Началось, ну, у меня очень много увлечений, как бы, мне очень действительно много нравится. Ну, на что-то хватает времени, на что-то не хватает. И вот самое, что меня, ну, вот за душу берёт, у нас каждый год в 41-й гимназии проходит Маркариевская ярмарка. Это уже больше 10 лет. На этой ярмарке ученики всех классов, они, как бы, готовят поделки вместе с родителями, и за деньги они меняют на валюту. У нас есть Маркары, вот, они меняют и, как бы, покупают, и полученные деньги отдают фонд детям-сиротам. Вот. И когда я пришла первый раз, я увидела массу таких изделий ручной работы. У меня здесь очень малая часть, я вот могу показать, вот такие вот изделия. Это очень маленькая часть, потому что часть я раздарила внучкам. Да. Часть я отвезла, очень много я отвезла. У меня дом, ну, у нас, как бы, два гнезда. Это здесь и в Тверской области. Вот, Тверской, у меня там и половички, и различные вязаные подушечки. То есть я очень люблю то, что, как бы, люди делают, вот, вкладывают душу. Я считаю, что вот прямо душа вот в них. И я всегда приобретаю на этой ярмарке что-то, я никогда не ухожу с пустыми руками. Я всегда ищу, всегда нахожу то, что я хочу. А еще вот я покажу, это гордость моя, это вот такое вот животное, да, которого я очень-очень-очень люблю. Это, правда, не на ярмарке, это родители моих детей, зная, что я люблю вот такие вещи, они просто мама связала, мне подарила память. Ну, красивенько. Да. Вот когда мы с сыночкой играем, как это называется? Фанты. Да, фанты играем. Постоянно есть желание под поцелование для животных. Это у нас любимое животное теперь. Как бы в этом доме нет кошечек и котов, поэтому вот, ну, мы сделали вот у нас. Такое любимое животное. То есть животных вы любите, вот, да, как бы лучше пусть... Декоративные. Декоративные, да? Ну, пока здесь, да, потому что, ну, как бы, ухаживать за ними пока нет времени. Вот, может быть, когда... Ограничивать свободу. Да, да. Ну, у нас, вот, у сына два кота хороших, поэтому нам достаточно. Пока. А там посмотрим. Да, еще мама падкая на антиквариант. Да. Ну, старик что-то старинное. Да, она старинная вещь. Это, да, это у меня болезнь. Прялка старая стоит, там, машинка такая. Правда, дед, дед притащил, я тут притащил машинку. Вот такая. Самовары. Ну, фан-зингер, что-то такое. Горные, различные. Ну, как бы, различные эпохи. Эпохи. Ой, вы знаете, я не знаю даже, ну, не могу сказать, что очень давно, но и не вот сейчас. Просто, вы знаете, я очень люблю свои 60-е годы, в которых я родилась. Я почему-то вот, ну, просто вот, я люблю дизайн, я люблю, как бы, вот, там, платье, вещи. И очень люблю вещи, которые, ну, может быть, это сказалось, что я родом из детства, да, вот так вот будем говорить. И вот эти вещи, они, наверное, что-то мне вот напомнили. А еще нам очень нравится с мужем, и, как бы, дети тоже поддержат, мы очень любим живопись. Но мы собираем, вот у нас картины висят, да, они, ну, как бы сказать, каждая своя небольшая история. И мы, естественно, не каких-то там знаменитых авторов. У нас вот эта картина «Листопад», которая, ну, в 2000 году у нас там в семье трагедия была, и состояние, конечно, наше было, ну, мое было очень такое, ну, подавленное. И мы с мужем прогуливаясь, возле карнизона сидит старичок и продает миниатюры. А я вот, и мне что-то вот так привлекло, не знаю, вот что-то вот для души, для теплоты. Мы к нему подошли, разговорились. Он сказал, что он сам из Грозного. А у нас, получается, очень племянник погиб в Чечне на боевые действия, и он из Грозного. И мы разговорились, и я рассказала, как бы, свою историю, но вот поделилась. И он говорит, а приходите, я вам картину нарисую. Мы пришли, и он дает вот эту картину. То есть вы точно так не говорили, что вы хотите? Нет, нет, он говорит, я тебе принесу картину. Мы пришли, вы знаете, вот у меня сейчас даже мурашки, и вы знаете, к сожалению, не помню его имя, фамилия Петров. Дальше мы попросили, чтобы он нам нарисовал вот зимнюю картину, он нам нарисовал. И потом как-то он исчез, мы его не могли найти, и мы каждый раз приходили на День города в Люберце, потому что там художники вот эту выставку делали, да, и мы его искали. И мы подошли, спросили, как сон умер. И вот осталась в память вот эти две картины, такие вот, знаете, те, которые вот, они просто вот прикипе, вот это, наверное, какая-то частичка, да. И вот с этой картины пошло, так сказать, моё вот, как бы, я стала восстанавливаться, и вот какое-то, да, у меня такое вот настроение получилось. А вот та картина, которая вот летняя, мы купили совершенно случайно на рынке. Очень похожая, похожая. Художница Грохотова. Я как-то полезла и думаю, ну, интересно же узнать. Вы знаете, это Светлана Грохотова. Она стала художником, то есть она входит в Союз художников России, в Международный Союз. То есть она рисует её мастерская на ход Среднякова, да, вот там, Сходня, вот. И, как бы, это, видимо, были её первые картины, самые первые картины, потому что мы покупали совершенно вот, да, просто пришли и купили, нам очень понравилось. Природа нравится, да? Очень, да, 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 очень нравится. Сами рисуете никто, да? Нет, вот, к сожалению, вы знаете, как я хотела? Вы даже не поставите мне руки чесные. Вы тоже не понимаете. Но я понимаю, вот я ездила, и мне, нет, у нас рисует... Племянница моя. Племянница рисует вот мужа, рисует у брата жена, как бы они делают, то есть, как бы они рисуют. И опять же, картины все там у нас, вот их. И они рисуют, но мне очень хотелось, очень. И мне вот так вот именно хотелось мазками, может, эта картина как-то у меня... И я вот ехала, мы с мужем едем по Ново-Рижскому шоссе, там вот красивая природа, особенно осенью. И я вот даже представляла, как я мазками рисую вот эти деревья. Но не случилось. Мне дети подарили фотоаппарат, как мама фотографии. А вот в классе вы как, вот учеников своих, например, увидели, что у них есть какой-то вот задаток, например, ну вот к тому же пусть рисование, да? Как-то вот вы даете советы, может, там, родителям или как-то вот самим детям? Вы знаете, ну сейчас, как правило, родители очень мудрые. И они видят, они стали раньше развивать. То есть они пытаются детей везде посмотреть, на что способен их ребёнок. Это очень... ну мне это очень нравится, безумно нравится. Но если, например, родители работают и, ну, как бы не очень это видят, конечно, я всегда обращаю внимание. Но я всегда стараюсь обратить внимание на... или на положительное качество ребёнка, или на его вот какой-то талант. Потому что, ну, я считаю, что в жизни, если ребёнок успешный где-то, он чувствует себя успешным, он по жизни обязательно будет успешным. Он должен это почувствовать. И, конечно, да, конечно, я родителям просто говорю, посмотритесь, вот попробуйте. А вот вы сейчас поговорили о талантах. Вы же ещё член жюри на Педагог году или на какой-то конкурс? Да, да, конкурс Педагог года, да. Ну, я вот пять лет являюсь. Ну, так как я являюсь ещё руководителем района методического объединения Люберецкого района, поэтому я нахожусь в составе жюри, да. Вот уже пять лет я в этом составе нахожусь. Ну, нравится мне, конечно, смотреть на молодых педагогов, и не очень молодых, но которые себя показывают, потому что, ну, титанический труд, конечно, они прилагают, но вот они прикладывают. Вот они, всё равно они выходят, вы знаете, вот начало конкурса и конец конкурса. Совершенно разные люди. Абсолютно разные люди. Вот один и тот же человек, но он же более какой-то другой. Сменим, да, немножко тему про ваши книги, да. Вы коллекционируете какие-то ещё старинные книги. Вы знаете, это началось, но есть и старинные. Но это маленькая часть моей коллекции. Ну, так громко назовём. Вот это 45-й год издания. Вот это издание 56-й. Это Крылов. Это тоже 58-й год. А вот эта книга, с чего у нас началось, вот такая вот книжечка. Нарвался. Ну, она, да. Это книга «Ной до хозяйки». Мне, ну, она дорога, конечно, потому что это мамина книга, она держала её в руках, она пользовалась её. И, ну, я не знаю, мне почему-то ко всем старинным вещам очень большая тяга. И вот эти вот издания, и мы были в Болгарии с мужем отдыхали, и мы набрели на одну лавочку. И в этой лавочке распродавались книги 30 каких-то годов. Я не знаю, откуда это взялось, но, в общем, там я набрала, ну, очень много их. Но вы вот эти вот все книги, да, вы их там потом читаете, всё, конечно. Я читаю. Я вообще начала читать с пяти лет. Толюбе тоже читает. Да. Начала читать с пяти лет, и мама меня находила под столом. Ну, была большая с Катей под столом. Я читала, и взяли меня в школу с шести лет, так даже не брали категорически, потому что мне дали газету «Правда». И я легко прочитала её. Мне сказали, берём. Меня посадили с испытательным сроком на 1-й год. Но я успешно закончила 1-й класс. Вот у нас такие вот книжечки. Вот это, помню, какого издания, это «Дамский альбом стар». Они, то есть, разных жанров у вас, да? Посмотрите, пожалуйста. Да, да, я не собираю какой-то одной направленности. Но самое главное у меня – «Вечесаринский фонтан пушки». Вот такой издание. И это издание 1800. Ничего себе 1800 уже? 899. Поэтому это, конечно, мы будем сказать, жемчужина моей маленькой коллекции. Поэтому я говорю, это мне дарят друзья, которые знают о моём пристрастии. Да, поэтому… По словам. Да, здесь есть ещё одна книжечка. Это «Дамский мир», календарь «Дамский мир». Женщины во все века что-то изобретали и делились советами, как быть красивыми женщинами. А это у нас, это контора журнала «Санкт-Петербург», 1910 год. Ну вот это вот самое старое у вас такое? Да, вот это самое старое у нас издание, во всяком случае, вот, в моей коллекции. Да. Так что. Ну и вот о вас, расскажите, вот, да, ещё, вот, последок. Какие вот у вас есть, может быть, цели на будущее, планы, не знаю, вот у… Ну, цели и громадьё. Первый план я выполнила. Первый план я выполнила. Я получила права в этом году. Я… Ещё и права плюс кофе. Я… Я… Да, туда. Очень хочется ещё куда-то съездить, то есть попутешествовать, вот, где возможно. И очень хочется мне научиться фотографировать, то есть не вот эти любительские съёмки, а увидеть где-то что-то особенное. И вот, чтобы это осталось, вот, да, на моих фотографиях. Ну, такой маленький художник. Ну, крестиком я не вышиваю, поэтому у меня такие вот влечения, много чего, очень много чего хочется. Даже, может быть, попробовала рисовать, равно мне это где-то… Есть сейчас картины по номерам, можно с них… А, да, спасибо, спасибо, да. Ну, вы знаете, очень много, да. Можешь лицензию пилота ещё. На последок. Ладно, вот. На машинку, да ладно, на самоконку, да, что… Ты знаешь, что я хорошую идею подал, ты будешь в язи… Правда, ты, смотри, с закрытыми глазами летаешь, ну, там у пилота есть, ладно. Да. Может, да, с высоты боится просто. Да, я тоже. Да, Тима, она даже вниз не смотрит. Да, только книгу читает. Я там раз в два… Вот, вот эти. Я сразу набираю книги. Всё, это меня спасает. Я тогда всё, я могу лететь далеко, далеко, далеко. Я ей говорю, пойдём, я тебя хоть в кабину экипажа, покажу, что-то как там. Чё? Да ты что, я не пойду. Там сразу всё видно. 55-я страница самая интересная, не пропущу. Нет, планов мне очень много. Главное, чтобы ещё и семья, да, всегда. Кауту, это главное. Разведал это всё. Конечно. Если они возле меня особенно. Вот ещё у нас, да, мечта есть. Мы ездили в Пушкиногории, понравилось. Мы просто вот… Я даже не знаю, как это передать, вот эти чувства. И мы ездили с мужем два раза туда. То есть первый раз мы как-то быстро пробежали. Второй раз мы уже основательно как бы проехали, прошлись. Вот, были в Пскове, из Борска, как бы мы вот прям вот попутешествовали. И вот нам очень хочется с детьми им показать вот это вот. То, что нам понравилось, нам очень хочется туда. Свозить деток с детками. Ну что, вот в такой вот тёплой обстановке в программе «Земляки» мы познакомили вас не только с учителем, но и с заботливой мамой и бабушкой, у которой к тому же столько интересов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова